Слава Иисусу Христу! Это особое место, потому что Исаакиевский собор в 1920-е годы, ну 100 лет тому назад, он был таким как бы неким символом реформации и обновления. Здесь настоятелем этого храма, Исаакиевского собора в то время был Александр Боярский, о котором я уже рассказывал так немного и на лекциях, на встречах. И здесь уже в Петербурге в прошлые годы я проводил семинары и вспоминал добрым словом Александра Боярского уже не раз. И намереваюсь вот в это время, особенно вот на протяжении вот этих 5 лет предстоящих, время идет уже к столетию правооставного обновленчества, потому что столетие будет в 23-м году уже отмечаться нами. А сейчас в этом году отмечали мы 9 мая, вот с 29 апреля по 9 мая, значит, 95-летие правооставного обновленчества. Это было в Москве. Рождение произошло в самой Москве, в столице, значит, а зачиналось, зарождалось движение здесь, в Петербурге, на берегах Межоры и на берегах Невы. И как раз и там, и здесь, и в Колпино, и в Санкт-Петербурге трудился в те годы 100 лет назад, даже уже больше, чем 100 лет назад, еще до революции, Александр Боярский. И вот тогда фамилия была Сигенюк, Александр Сигенюк. В 1916 году он взял фамилию Боярский, жена его из древнего рода Бояновских, значит, и, в общем-то, Александр Боярский стал символом, здесь знаменем реформации, обновленчества, особенно в 20-е годы. Потому что, став настоятелем здесь, Исаакиевского собора, он вел здесь такую бурную деятельность, именно проповедническую. Кстати, евангельские христиане, собиравшиеся здесь неподалеку, здесь на Конюшеном, значит, на Малой Конюшеной, по-моему, собирались евангельские христиане, всех назывался, Всероссийский Союз Евангельских Христиан. И Боярский сотрудничал с евангельскими верующими, Проханов, Павлов, там другие братья. И здесь, в самом Исаакиевском соборе, проходили в то время служения. И Александр Боярский, он проводил здесь эти служения, собрания, не только такие чисто церковные собрания, да, но и встречи христиан, в том числе христиан разной конфессии, разной динаминации. И в Исаакиевском соборе, да, поэтому до самого закрытия этот собор был центром и символом, именно перемен таких, которые происходили, пусть тогда, в 20-е годы, это было и очень робко, очень так вот медленно, как бы, по чайной ложке, что называется. Но все-таки это были уже движения, по сравнению с тем многовековым периодом вот этого застоя, такого какого-то религиозного, такого фанатизма, тоталитаризма. Это было, на самом деле, ну, огромным прогрессом тогда. Да, было решено женатых епископов прополагать, проповедовать Слово Божье. Служение не на славянском языке, уже здесь проводилось, в Исаакиевском соборе, а на русском языке, на современном русском языке уже тогда. Переводил, кстати, службу тогда литургии, все, на что я переводил Антонин Грановский. Он был епископом Наровским здесь, в Петроградской епархии, еще до революции. Затем он был, как бы, ну, на покое, ну, на пенсии, что ли. А уже сразу после революции он вновь здесь, в Петрограде тогда, трудился, служил, и затем в Москве. И он умер в Москве, уже похоронен там, он умер в 1927 году. Он не дожил до начала вот этих огромных репрессий, гонений, но тогда, да, и в Москве он был, ну, как бы, его офис там, его центр религиозный, союз церковный назывался Возрождение. Он находился возле Красной площади, прямо возле, недалеко от Спасских ворот, это, где сейчас, Дун, Цун, Зайконоспасский монастырь, да, Зайконоспасский монастырь. И там как раз вот, в общем-то, и находилась его резиденция. Но, в общем-то, начинал свое служение именно как реформатор, он здесь также в Петрограде. И тоже как раз вот в Исаакиевском соборе, когда здесь настоятелем был Александр Боярский. И также Александр Веденский здесь тоже, в этом же храме, тоже совершал служение, литургии тогда, в 20-е годы. То есть все вот лидеры обновленчества тогдашнего, они так или иначе были вот связаны с этим собором тогда, в 20-е годы, в 1920-е годы. Вот так вот, дамы и господа, братья и сестры, с Петербурга, с северной столицы, всех вас приветствую и благоставляю во имя Господа Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас, дорогие друзья Петербурга, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Да, и по скриптум, молитесь Господину Жатвы, присоединяйтесь к этим молитвам Господину Жатвы, нашему Господу, чтобы он выслал делаться на Жатву Свою, этого времени. Слава Богу! До встречи! С Богом!